Девушки отдыхают Невозможно, когда человек впервые зататуировал себя Однако, исторические источники, Наташа, не спать, утверждают Что и кельты, внимание, и якуты, и чукчи наносили рисунки на свое тело Этот список, как вы понимаете, можно продолжать бесконечно Все, закончил? Спасибо за свой короткий экскурс по истории Слава богу, что он закончился Вы, как поняли, обожала уроки истории в школе, нет? Давайте я сейчас вам сокращу огромную лекцию Жана до минимума В общем, Жан просто хотел сказать, что татуировки были популярны и до нашей эры И сейчас они мега популярны И несмотря даже на то, что в некоторых странах существует негласный запрет на татуировки Картинки по телу только набирают свою популярность Ну и между прочим, если ты не знаешь, если зрители наши не знают, то в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки Татуировки набивают настолько часто, что общий оборот татуиндустрии превышает миллиард долларов Думайтесь Я, кстати, слышала, что именно там женщины первее набивают татуировки по большей части, чем мужчины Хотя это супер странно, но женщины вообще в принципе не любят очень много думать над своими поступками По крайней мере я, потому что они же их и убирают со своего тела тоже первые Ну вот и для того, чтобы не пришлось убирать свою татуировку, которую вы набили Лучше лишний раз подумать, а стоит ли вообще что-то наносить на свое тело Сказал как дед Сказал как дед или учитель истории Ну давайте я предлагаю это и обсудим сегодня в нашей официальной группе во ВКонтакте Прямо сейчас открывайте камеру своего смартфона Наводите на QR-код, который вы видите на экране Вот он, вот он, попал Господи, когда я уже попаду Вот он, QR-код на нашу группу во ВКонтакте Заходите прямо сюда, ищите вот этот пост Отвечайте на наш интерактив за или против вы татуировок И в комментариях пишите, как вы смотрите на тему татуировок Делали вы себе татуировки в детстве Или мечтаете уже о каких-то татуировках, может быть сейчас Ну возможно о татуировках кто-то не мечтает Но точно знаю, какие мечты некоторых зрителей мы можем осуществить Да, я прямо сейчас о них расскажу В наших комментариях вы пишите самые креативные татуировки Можете придумать какую-нибудь классную картинку И за самый креативный и интересный комментарий Мы сегодня подарим два билета На белорусская классика Динамо Минск Бате Борисов Матч состоится 19 июня Это суббота На национальном олимпийском стадионе Динамо Начало матча в 20.45 Ну вот, все формальности соблюдены Это значит, мы можем начинать молодежный интерактивный проект Пин-код Наташа Павшок, Жан Сенкевич Ближайшие 39 минут Именно мы проведем вместе с вами Сегодня в программе Выясним, можно ли подросткам делать татуировки Разберемся, почему красота требует жертв И узнаем страшно интересные факты Про творческую профессию тату-мастера Это Пин-код Смотри, не пропусти Для того, чтобы разобраться о татуировках Лучше всего на эту тему говорить с профессионалом Человек, который знает о татуировках практически все и даже больше У нас в гостях сегодня Ирина Лосева Ир, привет! Привет! Ну, давай разберемся вот от А до Я Как давно ты в тату-индустрии для начала? Я больше 20 лет занимаюсь татуировкой То есть что-то про это знаешь и понимаешь? Да, да, есть немного Хорошо, тогда скажи, пожалуйста Вот ты сама хорошо рисуешь? Да То есть для того, чтобы быть тату-мастером Надо круто рисовать? К этому вопросу можно двояко подойти Если ты умеешь рисовать, у тебя намного больше технических возможностей Ты можешь делать намного более сложные татуировки Но в целом навыки... Если ты умеешь копировать, если ты умеешь хорошо срисовывать И технически выполнять определенные работы Ты некоторые стили все равно сможешь выполнять Даже если прям там вау-таланта нету И художку не обязательно получать? Нет, не обязательно Просто есть технический навык, который можно развить до определенного уровня Хорошо, а кто конкретно вот тебя учил быть тату-мастером? То есть если ты, в принципе, гуру, то кто этот гуру-гуру? Я начинала, когда я начинала делать тату, это была улица Друзья, знакомые Переходы? Я самоучка изначально, я самоучка Но когда чуть-чуть более с осознанным возрастом пришел Я поняла, что надо делать это профессионально и на уровне Да, я обратилась к мастеру в нашем городе Уже у него там был опыт, 5-7 лет, может быть, работы Обратилась с просьбой научить меня делать татуировки Чем с тех пор и успешно занимаюсь? Но я так понимаю, ты сейчас не только занимаешься тем, что наносишь татуировки Ты еще и обучаешь молодых ребят, которые хотят стать тату-мастерами Да, есть такое дело Я обучаю делать тату и перманентный макияж Но татуировка мне нравится на самом деле больше Скажем так, моя жизнь И начиная... на самом деле к нам приходят ребята учиться И девочки, девочки чаще, причем, что самое интересное Учатся делать тату Почему ты так это удивленно сказала? Там какая-то сила мышц нужна? Не знаю Нет, просто раньше, мне кажется, была ассоциация мастера, тату-мастера Вот все говорят клиентам, что это брутальный дядь, какой-то бородатый, весь тату-хак А на сегодняшний день у меня, например, в студии работают одни девочки Все мастера студии, девчонки А во сколько ты сама сделала первую татуировку на своем теле? И в каком возрасте ты нанесла татуировку уже другому человеку? Это был примерно один и тот же возраст, 14 лет То есть сама себе, что ли? Да А, да? Серьезно? Сначала я начал делать другим Себе позже, когда мне стали спрашивать, почему мастер без татуировки? Это резонный вопрос Какая-то уга какая-то Резонный вопрос Сначала научилась, потом сделала себе А, ну я так понимаю, тебе, наверное, тоже было страшно делать татуировку, когда ты особо-то этого не умеешь делать Да, конечно, конечно У меня навыки рисования были, мне просто сказали, там, дали машинку, сказали, рисуй Хорошо, ну вот А как найти хорошего тату-мастера? Сейчас, чтобы найти хорошего тату-мастера, на самом деле несложно Есть великий интернет, соцсети, можно посмотреть портфолио работ Именно, их там тысячи А как же выбрать того самого, который не такой, как ты была в 14 лет Который набила просто персонам со двора Отзывы обязательно Обратная связь от тех, кого ты, может быть, уже знаешь Потому что сейчас достаточно популярно это искусство В принципе, не проблема узнать у знакомых И посмотреть их работы, да? Посмотреть, на каком уровне сделаны татуировки В любом случае, надо смотреть студии, где делают безопасно Потому что мы в любом случае работаем с повреждением кожного покрова И, ну, скажем прямо, здесь нужно обязательно подходить очень серьезно к вопросам безопасности и здоровья Вот Чтобы Портфолио работ мастера Чтобы тот стиль, который ты хочешь сделать Он мог делать, потому что стилей очень много Человек может делать хорошо графическую работу, но не сделать, например, реализм Да, если ты хочешь реализм и татуировку, то, соответственно, смотришь мастера, который делает это Вот Можно сходить на консультацию Обязательно вот эта вот обратная связь Понять вообще человек твой, не твой Подходит, не подходит Если ты запрос какой-то даешь Человек подхватывает твой запрос, дает ответ Ты понимаешь, что, в принципе, твой мастер, можно работать дальше Ир, а вот ты говорила, что странно выглядит тату-мастер, у которого нет татуировки Вот, по крайней мере, и люди в кадре, которые тебя сейчас видят, они не видят ни одной вообще татуировки у тебя Маскируюсь Да? А какое количество у тебя тату? Они стремятся к одной бесконечной К одной бесконечной татуировке Да, у меня забиты рукава, ноги и спина полностью А ну покажи хоть кусочек, можно посмотреть кусочек? Обалдеть, можно Ну, по количеству татуировок тебя опережает только вот эта девушка Сейчас мы прямо ее увидим на экране Ее зовут вот эта девушка У нее почти 100% тело забито татуировками Если быть точнее, 98,75% ее тело забито картинками Ее зовут Шарлотта Гутенберг И она даже попала в книгу рекордов Гиннеса К слову, на этой бабушке, девушке я ее назвала, потому что она, мне кажется, прекрасно выглядит На этой бабушке 216 татуировок Ну, я так понимаю, это история про то, что ты сделал первую татуировку и тебя понесло Да, но скорее понесло в хорошем смысле Ты просто понимаешь, что все не так страшно Все не так опасно Все не так больно А почему вот это людей завлекает? Одна татуировка, вторая, третья? Не знаю Не могу с уверенностью сказать Наверное, у каждого свое Кто-то хочет показать свою индивидуальность Кто-то выделится Кто-то бросает вызов обществу Потому что это в любом случае вызов Ты привлекаешь на себя внимание Вот Кто-то, ну блин, меня просто напрягает пустое место на теле Мне постоянно хочется от него избавиться Наверное, какие-то... И неужели боль даже не останавливает людей? Нет Нет? А это больно вообще, кстати? Это не особо больно на самом деле Похоже просто на длительное царапание То есть просто, ну... На длительное царапание На длительное царапание Да Так, ну у нас сегодня здесь на столе находятся такие инструменты для нанесения тату Да Ты можешь нам подробнее рассказать? И может быть мы можем даже попробовать сделать татуировку? Может ты попробуешь? Давай, я попробую каждый день Я двумя руками Смотри, есть специальный латекс, на котором учатся ученики Можно положить его прямо на кожу Так, ага Не первый раз здесь не трогаю латекс Так, правша, левша? Я правша Так задумался, когда на другую руку положи Живешь и не знаешь Дай, дай тебе машинку Это аппарат для тату Я специально беру с собой аппарат, который на аккумуляторе Тату-мастер в сумочке всегда лежит Да, да, да Честно говоря, я один раз даже била в автомобиле татуировку на ходу Клиент сидел за рулем Очень спешил, человек Нет Ты спешил на татуировку Мы просто развлекались К другому мальчеру и пересеклись Так, хорошо, ну и что? Игла Иголочка Это еще иглой будем делать? Да, прикинь Все по-настоящему, Жан Мама Все вставляется в аппарат, смотри Держишь обычную ручку Ага Макаш, пигмент, носик, иголочку Подождите Тут проблемы с тем, чтобы держать вот так? Нет, вот так Не знаешь, как держать ручку? Так, хорошо А давай я тебе набью этот пигмент Я знаю, ты нецензурную брань набьешь А мне еще в городе ехать Все, пробуем Слишком хорошо меня знаешь И что, и просто вот прям набивай, да? Попробую, да, провести Так, а больно будет, нет? Конечно будет Хоть бы да Хорошо У тебя есть защита Латекс Ну что, больно? Да нет Все очень криво, ребята Все очень плохо Оказывается, сложно научиться делать тату Так потому что она вибрирует У меня рука от этого вибрирует Это твой обычный почерк, Жан Что ты пишешь? Наташа, я тебя люблю? Конечно Ты лучшая соведущая в мире? Естественно Именно так 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 Ира, расскажите А если нам тату не понравилось? Вот что делать? Вот оно вышло из моды Надоело Что тогда? Ну, начнем с того Что надо выбирать Осознанно, да? Но это, конечно, долгая И нудная история О том, как надо выбирать Здесь действительно нужно подумать Стоит ли делать Вот Но если уж так случилось Если хочется избавиться от татуировки Есть несколько вариантов Это перекрыть Другой татуировкой Чаще всего избавляются Если татуировка некачественно сделана Да, или что-то с ней не так Тогда можно перекрыть другой Более качественный рисунок Подобрать у хорошего мастера Либо удалить Удаление Это долго Дорого Больно А я вот слышала Что черную краску Легче удалять Чем другую Зеленую Там, синюю Это правда или нет? Да, верно Холодные цвета татуировки Удаляются легче Это черный, синий, серый Легче лазером удаляются Цветные татуировки Фиолетовые Красные Зеленоватые оттенки Их удалить тяжелее Там другие способы удаления используются А вот я слышала Что некоторые бренды Используют Нательную часть тела Например, Жанна Как реклама Вот вы когда-нибудь били Такие татуировки Нательную часть Жанны? Почему я не в курсе Что какие-то бренды Используют мою нательную часть? Да, я слышала о таком На самом деле У меня пару клиентов Набивали логотип Тату-стайл Моей студии Как здорово Это мои постоянные клиенты Которые сами захотели так сделать Да, эти татуировки я им делала бесплатно Это очень круто Я вам скажу Во-первых, это очень сложно Я вот хотел набить имя Наташа Но потом просто забил и зачеркнул Короче, вместо того, чтобы удалять Можно просто зачеркнуть А вот Б2 То есть Беларусь 2 канал Вот у меня что-то получилось Супер У тебя есть потенциал? Нет Давайте говорить откровенно Судя по моему почерку Учитель истории из тебя лучше И качеству того, что получилось В этом поприще потенциала у меня нет Нет, Жанн Учитель истории из тебя лучше Слушайте, так А вот, к примеру А если рука трясется То вот такая вот штука и получается Некрасивая? Ну да Для этого мастера учатся Набивают руку Сначала на латексе На искусственной коже А затем только переходят к моделям А как Я вообще не понимаю, как это можно научиться Вот чтобы, если рука, мне кажется, дрожит Так она и будет дрожать до конца жизни Нет? Нет Ну смотри, ты в школе, когда учился писать У тебя же не сразу получались какие-то буквы, да? Сначала там палочки, крючочки, закорючки Ну есть ощущение, что на этом же этапе я и становился Судя вот по этой надписи Но в основном В основном Мы же учимся, да? Отрабатываем какие-то навыки Учимся писать Все важны тренировки Тренировки Как в любом спорте Все тут понятно А вот если у меня повышенный болевой порог Я очень боюсь делать татуировки Вот у меня гуленькая чистенькая тельца Потому что я боюсь делать татуировки Какую альтернативу вы мне можете предложить? Если ты все-таки хочешь сделать тату, но боишься боли Здесь можно, в принципе, какие-то варианты легкого анестетика Во-первых, это, в принципе, терпимо, да? Во-вторых, есть охлаждающие гели, пенки Там куча всяких примочек Которые можно использовать для того, чтобы облегчить ощущение Ну или если ты боишься, что настолько что-то не готова это делать Тогда, ну, нарисовать Походить, примерить себе татуировку Переводилочку сделать, в конце концов Вот, примерить Вот, кстати, у нас есть человек, который тоже решил примерить И прямо сейчас хотим его вам показать Он находится в соседней студии Приветики О, привет! Привет! Скоро этот гость немножко преобразится Да? Это какая-то интрига Это интрига Небольшая интрига Надо узнать, что же будет сразу после рекламы Мне уже очень интересно Ира, тебе спасибо большое, что нашла время прийти к нам Так сказать, показать мне конкретно на деле Что набивать татуировки Это не мое, по крайней мере, на данном этапе Потому что это сложно И работа тату-мастера, она, правда, должна цениться Это точно Спасибо, Ира! Ну, а мы с вами прервемся на небольшую рекламу Оставайтесь вместе с нами на телеканале Беларусь А Ирина идет к Варваре Отлично! Мы снова в студии Молодежный интерактивный проект Пин-код снова здесь Сегодня мы говорим с вами о татуировках И мы предложили вам в нашей группе во Вконтакте Предложить свои идеи татуировок И вот, что вы нам пишете Эмилия Фастовская пишет, что очень бы хотела сделать тату Потому что наверняка все помнят, как пишет Эмилия Что маленькими мы любили наклеивать татуировки из-под жвачек Особенно в лагере, когда кому-то привозили Все сразу расхватывали Это было прикольно Но она хочет пойти на профессию В которой, как ей кажется, категорически запрещены такие татуировки Ну да, не в каждой работе татуировки разрешены Но до рекламы нашу гостью Ирину Лосеву Попросили сделать татуировку для нашей телезрительницы Постоянной Вероники Давайте прямо сейчас посмотрим на экране Посмотрим, да, что происходит Девушки, девушки дорогие, как дела? У нас все хорошо Мы уже познакомились с Варей Ну, давай как раз-таки сейчас обсудим То, о чем говорили Какую татуировку ты хочешь Что ты вообще хочешь себе сделать? Я бы набила что-то вроде фразы Anything yourself, все возможно Какой-нибудь жизненный акред, которое шло бы со мной на протяжении всей жизни Для того, чтобы, ну, работать над собой Либо же какой-нибудь рисунок, который будет со мной на протяжении всей жизни Улучшать меня, подбадривать Что-нибудь такое То есть, в принципе, такое для самовнушения, да? Для того, что все будет круто, все получится А если надпись, то ты хотела бы просто это Как просто фразу, просто шрифт или как-то обыграть Я знаю, что твои родители против Расскажи, почему? Ну, во-первых, потому что мне 16 Очень многие родители против этого И мои также До 18-ти Ну, ты не можешь как бы самостоятельно принимать решение Поэтому только со 18-ти Иди на все четыре стороны, делай все, что хочешь Вот Ну, и мы родители также, поэтому Ну, только соглашение какого-то На самом деле Официально в студии можно сделать татуировку Только с письменного разрешения родителей Если у тебя нет 18-ти одного из родителей Хотя бы одного можно уговорить Вот И часто делают Хочу сказать, что делают часто Но это все-таки выбор Выбор каждого родителя По отношению к своему ребенку И забота о нем Наверное, я здесь немножечко соглашусь То, что не каждый подросток В его возрасте Может выбрать то, с чем он будет ходить На самом деле всю жизнь Хотя, с другой стороны Если этот подросток это захочет сделать Он все равно сделает Так лучше пусть он сделает В хорошем месте Под присмотром родителей С их согласия И в их присутствии Да, нежели Ты будешь искать какие-то другие варианты Но на самом деле Чтобы перебить немножечко аппетит Можно попробовать Нарисовать эскиз Посмотреть, как это на тебя будет смотреться Походить пару дней Там достаточно стойкие маркеры Которые используются для фрихендов Татуировки С ним можно Ну, прям вот посмотреть Как это будет на тебе смотреться Либо сделать переводную татуировку Которая Ну, сымитирует Конечно, да, это не конкретно то, что ты хотела Но хотя бы будет понимание Не мешает ли тебе что-то на теле Да? Не раздражает ли тебя Действительно ли тебе это нравится И этого хочется Где бы ты хотела сделать татуировку? Вот где хочется примерить Посмотреть, как это будет смотреться Вообще, я бы хотела Бить что-нибудь на ключицах Что-нибудь необычное Что-то вроде веточек Либо какой-то фразы Но первую, наверное, я бы все-таки выбрала на запястье Давай попробуем Так, о, слушай У тебя тут шрамик Мы можем, кстати, перекрыть Сделать имитацию перекрытия шрама татуировкой И его не будет видно Такую большую? Нет, можно сделать тоненькую Изящную вначале А сюда просто будут выходить пару лепесточков Вау Тогда мы начинаем Я сейчас прикину размер Расположение Раскидаю листочки Так, чтобы это гармонично смотрелось И буквально через несколько минут Покажем вам результат Такой телемост в режиме онлайн у нас состоялся Знаете, о чем я подумал? Наверное, в первую очередь о том, что Вот девчонка-то сказала Какую-то английскую фразу хочу набить А задумываются ли многие Как по-настоящему переводится эта фраза Набьешь себе что-то на английском Либо на чешском А потом окажется, что там какая-то глупость несусветная Ну да, надо, как нам сказала Ирина Надо тщательно готовиться к своим татуировкам Продумывать, переводить Продумывать фразы Если это действительно какая-то жизненно важная фраза для вас Что вы хотите на своем теле ее оставить на всю жизнь То, наверное, это стоит того Но обо всех прелестях татуировок мы поговорим чуть позже А сейчас я предлагаю вернуться к минусам картинок на теле И поговорить об этом с врачом-дерматологом Светланой Якубовской Светлана, здравствуйте Здравствуйте Ну, вот наша героиня, она молода Да И ей 16, она говорила Нет ли в этом чего-то страшного такого Что на молодой коже мы делаем тату Ну, на самом деле, если разбираться в строении кожи Ребенка, подростка и взрослого То к 7 годам в строении кожи К 7 годам возраст ребенка 7 лет Кожа уже становится такой же, как у взрослого То есть все функции, все структуры, все органеллы, все сформировано Но не забываем про подростковый период 13, 14, 15 лет, когда в организме происходят различные изменения Угревые высыпания, растяжки Молодые люди, девушки худеют, полнеют И как раз такие растяжки появляются чаще на тех местах, где хотят набивать тату Нередко И в результате чего, естественно, рисунок может лечь не так, как должно быть То есть изначально, к примеру, корабль был на плече А к 18 он встанет на пояснице Станет прерывистый какой-нибудь, двойной корабль, на две части разделится Ну то есть татуировка будет не такой, как нам хотелось бы Поэтому я бы все-таки отложила процесс набивания татуировки ближе к 18 годам Когда закончатся все физиологические процессы изменения в организме И тогда это действительно будет уже безопасно в том числе Так а получается, что, вот вы говорите, может сместиться рисунок Так а в старости он тоже получается сместиться? Совершенно верно, об этом мы тоже не должны забывать Кожа, естественно, стареет, морщинится И тоже мы можем столкнуться с не самыми красивыми проявлениями нашей татуировки Почему? Потому что вот очень часто, мне кажется, от бабушек, дедушек можно услышать Так а как ты будешь в старости с этой татуировкой выглядеть, да? И вот здесь уже вопрос возникает, каким образом сохранить корабль на плече Хотя, Жан, прошу заметить, мы недавно совсем показали фотографию бабушки Которая, по-моему, прекрасно выглядела с татуировкой Ну так получается, для того, чтобы сохранить рисунок в том месте, где он был первоначально сделан Нужно еще вливать большое количество денег для своей кожи, заниматься спортом, наверное Естественно, конечно, естественно Какие-то корректировки, наверное, татуировок тоже делаются, я не знаю Ну как еще? Правильно Можно сохранить А можно ли во время нанесения татуировки занести какую-то инфекцию? На самом деле, в современном мире такие случаи встречаются все реже и реже Все-таки все условия асептики и антисептики, мы надеемся, мастера соблюдают Тем не менее, какие инфекции мы можем подцепить, так скажем, во время нанесения, набивания татуировки? Это может быть вирус простого герпеса Это может быть контагиозный моллюск Это может быть вирус попелома человека, который спровоцирует появление бородавок Ну и не забываем про такие действительно опасные инфекции, как гепатит B, C, ну и вирус иммунодефицита человека Который приводит к развитию СПИД И это все татуировки? Такое ощущение, что ты больше в какую-то красную зону в больнице Нет, на самом деле, такое действительно возможно Но еще раз повторюсь, что в современном мире все-таки мы надеемся, что все мастера тату Они работают исключительно со стерильными приборами и инструментами Ну, мы говорим про салоны, мы говорим про людей, которые работают официально Они где-то там в подворотне за гаражами Хорошо, сделали татуировку Есть же, наверное, какой-то восстановительный процесс То есть она, может быть, чешется, заживает Расскажите нам про это, как долго это может длиться? На самом деле, все восстановительные процессы могут продолжаться в среднем 2-3 недели Ожидаемо, что татуировка может Место, где мы набивали татуировку Может распухать, чесаться, окраснеть и так далее и тому подобное Мастер всегда должен рассказать, как правильно нужно ухаживать за татуировкой То есть чем нужно обрабатывать и нужно ли вообще это делать Нужно ли мочить, чесать и так далее Тем не менее, не забываем о том, что бывают нежелательные реакции Например, аллергические реакции Чаще всего это аллергические реакции на пигмент Чаще всего возникает аллергическая реакция на красный пигмент То есть на более яркий пигмент Могут быть так называемые реакции повреждения или реакции Кёбнера То есть татуировка это ведь повреждение кожи И в ответ страшилка будет Да, смотрите, она уже... Я вообще уже употела, думаю, слава богу, что на мне нет татуировок Я не хочу их делать, какие-то страшные слова вы произносите Дело в том, что существует кожное заболевание, которое могут не проявляться до определенного момента До того момента, пока вы, например, не решите набить тату В частности, псориаз, витилиго Витилиго это когда кожа становится белой, то есть теряет пигмент Псориаз это такие достаточно крупные бляшки, шелушащиеся Локти, колени, они могут появляться на любом участке тела И сдать какой-то специальный анализ, чтобы понять, проявится ли у вас, например, псориаз или витилиго Таких анализов нет вообще в медицине, во всем мире И мы не можем предугадать То есть только по факту получается Да, совершенно верно Особенно если в роду у кого-то есть уже такие заболевания То, естественно, риск их развития повышается И мы набиваем тату, повреждаем кожу И внезапно оказывается, через какое-то время, что вместе нашей татуировки возникают псориатические бляшки Или витилиго Ну, это такие пугающие истории Вот у нас в режиме онлайн как раз сейчас проходит создание татуировки И наша главная героиня, которая решилась на такой для себя эксперимент Ну, мы верим, надеемся, что никаких вот таких последствий, которые вы рассказали Это правда, как страшилки у костра в детском лагере Ну, конечно, нет, у нас такого не будет Потому что самое главное, если вы уже решили сделать тату, то это найти квалифицированного мастера И логопеда И логопеда для Наташи Павшок, конечно Сегодня у меня что-то с речью Но наша Ирина, она квалифицированный профессиональный мастер Поэтому я уверена, что результат вам просто понравится 100% В этом я даже не сомневаюсь Давайте проверим, посмотрим Ну, я думаю, больше не надо, чтобы это смотрелось нежно Я вижу ее вот так Как тебе? Мне очень нравится Я почему-то всегда думала, что временные татуировки, они бьются только хной Не бьются, а рисуются Но да, временные татуировки хной бывают Но хна вызывает аллергии На самом деле я на себя такую ответственность брать не хочу Потому что она может вызвать такую реакцию А маркер, он особо не стирается И пару дней с ним походить можно Так, ну что, мы немножечко промакиваем Чтобы убедиться, что ничего не переснимается Ждем, пока подсохнет, впитается в кожу И, в принципе, гуляем с такой татуировочкой пару дней Часто ли вообще подростки экспериментируют и делают себе такие татуировки? Именно примерку? Да На самом деле не часто, но обращаются Вот если хотят посмотреть, как это будет смотреться Или понять вообще, надо ли им это, не мешает ли Или показать родителям Очень классно Спасибо большое Пожалуйста Вот может ли такая история быть заменой татуировки? Вполне, вполне может быть заменой Потому что я бы хотела еще добавить такой важный момент Безусловно, мастер может быть суперквалифицированный Идеальный самый лучший Но индивидуальные особенности со стороны кожи нашего организма Возможно в любое время В любое время Вне зависимости от того, в каких условиях мы делаем татуировку Насколько опытный мастер Поэтому все-таки я бы сто раз подумала Сто раз, тысячу раз подумала Перед тем, как решаться на такое Но, как правило, действительно Все-таки может быть сперва Мы можем рассматривать такую альтернативу Не на постоянную жизнь А маркер нам никак не повредит Если вот мы маркером что-то здесь нарисуем себе? Вообще, на самом деле Индивидуальная аллергическая реакция может быть на все, что угодно И даже на маркер Да И если все-таки мы решили набивать тату То в современном мире мы можем предотвратить развитие Хотя бы аллергической реакции Это, например, вместе с мастером Вы пришли в салон И провели так называемую индивидуальную пробу или тест То есть на локтевой сгиб Либо на какое-то место Аккуратненько наносится пигмент Которым будет проводиться именно тату Выполняться тату И мы в течение 24 часов можем посмотреть Есть ли вообще реакция То есть хотя бы мы вот таким образом можем избежать Аллергическую реакцию на красители Ну, давайте, наверное, подведем итог В первую очередь скажем, что не у каждого человека возникает какая-то реакция Не у каждого человека, не дай бог, может появиться Цириаз Цириаз, да, или те болячки, которые вы рассказывали Мы должны о них знать Мы должны иметь в виду, в первую очередь, свое здоровье И располагать его на первом месте Ну, и приходить в первую очередь, как мы говорили с вами, к профессионалам Людям, которые занимаются этим давно Да, и после небольшой паузы мы все-таки расскажем вам о красоте без жертв Оставайтесь с нами на телеканале Беларусь-2 Вы смотрите молодежный интерактивный проект «Пин-код» в прямом эфире на телеканале Беларусь-2 Наташа Павшок, Жан Синкевич Именно сегодня мы с вами проводим 39 минут и разбираемся в серьезной теме Нужно ли делать татуировку? Какие последствия, если мы все-таки решили забить себе тело каким-то рисунком? Да, и в первую очередь спрашиваем вас, какие креативные, необычные татуировки можно сделать на человеческом теле Это вы можете написать в нашем интерактиве И вы уже что-то нам написали, очень много что-то, я так сказала Очень много вы сегодня нам пишите комментариев Спасибо вам большое за ваше мнение Вот, например, Настя Кеджерова пишет, что татуировки остаются на теле человека навсегда Зачастую это является способом выразить себя Сообщить о собственных интересах, возможно, о любимых вещах или цитатах Порой же через них пытаются передать и верность, нанося имя возлюбленной или возлюбленного И это замечательно, считает Настя А если вы расстались, то что тогда, перекрывать татуировку старого возлюбленного новым возлюбленным? Вот как, Жан, ты считаешь? Ну, тогда просто можно найти молодого человека с таким же именем Набила себе Олег Все, в Тиндере, в фильтрах пишешь только Олег И тебе все Олеги Получается, фильтр твоих половинок сужается до 3% Понятно Так, какие еще варианты? Ну, вот, например, Мариана пишет, что давно хочет себе тату, но думает, что это больно Вот я, именно это меня и останавливает, Мариана Давайте 5 виртуальную Хочет тату на левом запястье в форме сердца Какие у нас романтики сегодня собрались в комментариях во ВКонтакте Или, вот, например, Дмитрий пишет, мне кажется, что татуировки делают для красоты Или для того, чтобы привлечь внимание окружающих Вот такой еще взгляд на татуировку Ну, это, в первую очередь, мне кажется, самовыражение Люди, которые, вот, нужно делать татуировку, когда вы, наверное, хотите что-то сказать Хотя, с другой стороны, вот, сам с собой веду разговор Не обязательно кому-то что-то говорить Ведь ты можешь делать татуировку не на видном месте Не обязательно ее показывать всему миру и говорить, вот, у меня тут татуировка, тут татуировка Люди делают татуировки для себя Да, например, белыми чернилами какую-то очень секретную вещь оставить себе в сердечке, на память и на своем теле тоже. Ну, например, мне понравился взгляд Дмитрия о том, что это делается и для привлечения внимания. Нам с тобой, между прочим, нужно определить, кому мы отдаем два билета на белорусская классика. Динамо Минск Батэ Борисов. 19 июня в субботу на национальном олимпийском стадионе Динамо. Начало матча 20.45. Есть ли у тебя фавориты? Ну, да, наверное, у меня в фаворитах это история от Эмилии Фастовской о лагере и татуировках временных с фотографией. Она нам в фотографии прислала. Какие еще варианты? Такой ностальгический момент мне понравился. Ну, тут тоже я согласна, Анастасия Киджерова с ней тоже, в принципе, согласна. Я считаю, знаешь, Настя Киджерова молодец. Именно поэтому, Настя, мы хотим тебя поздравить от телеканала «Беларусь-2», молодежного интерактивного проекта «Пин-код». Два билета на белорусская классика «Динамо-Минск-Бате» Борисов достается именно тебе. Настя, мы тебя поздравляем. Жанна, у меня к тебе вопрос. Все верно. И ответ на него ты найдешь в нашем интерактиве. Мы спрашивали у зрителей, готовы ли вы делать татуировки. Какой у нас процент ответов? Я поняла, ты сегодня со мной не хочешь разговаривать категорически. Ты за или против тату, мы спрашивали? Лично я против, но вот наши зрители 51% за. Большинство? Большинство за татуировки. А ты за татуировки или против? Да, но только если ты понимаешь, для чего она. Просто сделать татуировку, наверное, нет. Нужно понимать, для чего она тебе необходима. Ну а красота вообще требует жертв, по-твоему, или нет? Мне кажется, у девочек точно, да. Мы, мальчики, в этом плане немножко более спокойные. Меньше загоняемся, проснулись. Вот надо быть чуть симпатичнее обезьяны. Ничего себе, чуть симпатичнее обезьяны. Но мне кажется, что в наше время это уже не очень хорошая отговорка даже для мужчин, а это я к чему? О том, что у нас сюжет есть прекрасный на эту тему. Красота без жертв. Давайте прямо сейчас посмотрим лайфхаки. Всем привет! С вами Саша. Сегодня я поделюсь порцией лайфхаков, которые помогут тебе выглядеть на все сто. И несмотря на то, что тема внешности волнует больше нас, девочек, парни, наберитесь терпения. У меня есть кое-что и для вас. Если тебе надоели длинные волосы, не торопись совершать отчаянный шаг и делать короткую стрижку. Вспомни, сколько ты их отращивала. Не жалко расставаться? А что, если сделать прическу покороче, не применяя ножницы? И вот тебе мой первый лайфхак. Берем длинную ленту. Собираем с помощью нее волосы в конский хвост. Надежно завязываем один раз и протягиваем вниз по волосам. Немного не доходя до кончиков. Теперь осталось с помощью ленты поднять волосы наверх и эффектно завязать ее. Скажем, на бантик. Как тебе такое короби с ножниц? Да еще и с модным украшением. По-моему, очень красиво. Вьющиеся волосы выпрямить. Прямые накрутить. Да, мы девочки такие. Только вот плойкой или утюжком сделать локоны самостоятельно сложно. Да и к тому же вредно для волос. Но я знаю, как это сделать без плойки и утюжка дома. Поехали! Для этого нам понадобится длинная и нескользящая лента. Расположи ее вот так посередине головы. Одну половину волос закрепи заколкой или резинкой, чтобы не мешало. Работаем со второй половиной. Начни забирать волосы со лба равномерными порциями и по очереди сплети их лентой. Вот так. Когда все пряди будут собраны, доплети их вместе с лентой до конца и закрепи резиночкой. Теперь сними резинку и проделай то же самое с другой стороны. Важно, чтобы волосы были чистыми и слегка влажными. Прическа будет готова через 5-8 часов, поэтому применяй этот лайфхак на ночь или днем, если у тебя много свободного времени. А теперь аккуратно освободи волосы. Посмотри, какое чудо получилось. Если твои локоны плохо держат заливку, можно просто обработать их эко-гелем для фиксации волос. Готово! Твои локоны прекрасны. И как обещала в начале, сейчас лайфхак и для мальчиков, и для девочек, у которых короткие стрижки и непослушные волосы. Если ты проснулся утром, но расческа не помогает уложить на место торчащие во все стороны волосы, есть один секретный способ с ними справиться. Возьми ненужную зубную щетку, нанеси на нее гель или лак для фиксации волос, а затем расчесывай этой щеткой свои непослушные пряди. Видишь, как это просто? А на этом у меня все. Пользуйтесь этими советами и будьте самыми красивыми. До новых встреч! Жанна, признавайся, вот так челку укладывал, слюнями, вот так, в детстве? Мне кажется, если бы мои родители увидели, как я зубной щеткой пытаюсь уложить челку на волосах, они бы сказали, мы тебе учили пять лет, что надо и в рот засовывать зубную щетку и там чистить, а ты вот здесь что-то чистишь. И они бы с ума сошли. Да мне кажется, мальчикам всем проще. Просто намочил голову, да, под душем, за минуту высушил и все у тебя нормально, ничего не торчит. Ну да, с этим, конечно, вам повезло. А не как вы, восемь часов спите с прической? Понимаешь, это же ужасно. Ужасно сложно. Красота требует жертв. Тема нашего сегодняшнего эфира, в том числе, вместе с татуей. На эту тему у нас, на тему девичьих лайфхаков у нас есть тоже видео, давайте его посмотрим сейчас. Проспал все, что можно и что нельзя, а волосы все еще мокрые. А ты типа на кудрявом методе. Лови лайфхак. Берем фен и сито. Да, да, сито. Запиндюриваем наши кудриши в сито и начинаем сушить. Сушим так, вот так и даже вот так. Все нормально, это ни капельки не стыдно. Главное результат, а результат кудриши. На что только не пойдешь, когда опаздываешь, а диффузора под рукой нет. Просто главное, чтобы тебя никто не видел. Диффузор, объясните мне, что это? Диффузор, сито, какие-то вообще непонятные для тебя слова, я так понимаю. Но самое главное, что девочки с прямыми волосами, они обычно хотят себе кучерявые. Пожалуйста, вот вам сито, а девочки с кучерявыми волосами всегда их хотят выпрямить. Такая уже наша женская натура. Но у нас, дорогие друзья, есть для вас полезная информация. Мы сделали крутой конкурс про веломаршрут. Ваша задача придумать веломаршрут по вашему родному городу или деревне. Создавайте маршруты, придумывайте креативные, интересные места нам показываете. А автор самого оригинального маршрута получит вот такой классный велосипед, за который мы благодарим первый семейный веломагазин «Велодом». Все правильно, молодец. Рассказала, прям нет-нет, не добавить. Кстати, именно завтра состоится финал долгожданного нашего реалити-пин-код. Десять человек начинали борьбу за место, возможность за место в команде «Пин-код». И завтра мы в эфире телеканала «Беларусь-2» в прямом эфире узнаем, кто же получит эту возможность стать ведущим проекта «Пин-код». На сегодня Жан Сенкевич и Наташа Повшок заканчивают свою работу. Нам было приятно проводить время вместе с вами. И мы говорим вам до свидания. Пока, ребята!